Монограмма 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 Товарищ, товарищ, с труде и в бою За ними в советах по чисту стою С тобой, мой великый, советский народ Твой имя, совлады, подсказы, немцовы Комплеи, советский, детский, молодостный Девочка Монограмма Гражданка, простите, вы не знаете, как пройти на собачьих площадках? Не знаю, я не москвичка. Простите. Гражданка, простите, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, который сейчас час? Отход в февриле 12 часов 45 минут. 45 часов 12 минут. Нашел. Нашел, где? Кто? Не знаю. Едем. Не отстает, Каринушка? Не понимаю, почему они за нами гонят? Я думаю, одна из нас им понравилась. Ха-ха-ха, какой вздор. Ну, не скажете. Тише, тише, они останавливаются. Аркавий Михайлович, я сейчас узнаю. Добрый день. Второй уход нет, рядом. Рядом? Благодарю вас. Леонид Максимович, постойте, куда же вы? Это же она сама. Гражданин, здесь воспрещается. Что воспрещается? Что воспрещается? Что? Гражданин, руки вверх. Товарищ, подождите. Овернитесь спиной. Овернитесь спиной. Овернитесь спиной. Разберемся, с ней не берем. Ну, если не подойдем. Поток солнечной энергии, падающей на землю, примерно в миллиард раз больше той энергии, которая нужна для того, чтобы удовлетворить все современные энергетические потребности человечества. Мы хотим поставить на службу человеку эту энергию. Вот наши солнечные ловушки. Дорогласен, вы кинорежиссер? Помощник кинорежиссера. Документ. Конторная? Больше никого не задержали? Пупенцов. Ага, ладно. К свету повернитесь. Так. Фамилия? Мухин. Л.М. Верно. Значит, в кино работаете? Да. Будем знакомы. Пупенцов, Василий Иванович. Пошли. В кинорежиссер. Ха-ха-ха. Ха-ха. Иван Кузьмич, приготовились. Шесть-десят. Стоп, стоп, стоп. Придется смело с перерывом. Все свободны. Я вот только одного понять не могу. Почему вас в нашем институте интересует именно Никитина? Такая знаменитая женщина. Да обыкновенная женщина, даже хуже. Ну что вы, весь мир следит за этой дыханием, как она ловит солнце. Ну все мы чего-нибудь ловим. А тут же совсем другое. Да какое другое дело, какое другое дело? Ловить солнце всякое может. Вы солнце не поймали, вам же никто ничего не сделает. Вот попробовать вот эти склянки для этой ловли не организовать. Так вас, знаете, ужас сколько хлопот совсем. Вот они, незаметные герои. А мы вас тоже можем снять. Как снять? За что? Нет, в кино. Ах, в кино. Ну зачем? Я лучше буду вставлять научные барахлишки, реквизит таскать. А что у вас есть? Пойдем покажу, аппаратики такие, ахните. Так что, вот вы помогите нам, а мы вас оформим в консультант. Работы много? Да нет, да вы с организователем склянки для съемок. Подходящий. Я вам так скажу, по-моему, где бы не работать, только бы не работать. По этому вопросу все. Прошел. Заварил. Ах, ничем. Что это такое? Сверхсекретная штучка. Прошел. Прошел. Куда? Твою, какая штука. Вот его нам для съемки было, а? Поставай себе спешить. Все ходит вывезти. Ага. Спасибо, что он спробовал. В чем дело? Боже мой. Дождиките на двуточку. Ух ты. Почему вы пропускаете посторонника в лаборатории? Дело в том, что я не посторонний. Получите выговор, приказчик. Я помощник кинорежиссера. Тем хуже для режиссера. Правильно. Ухренок заслужен. Произошло смешное и нелепое недоразумение. Мы снимаем кинокартину о такой же ученых, как вы. И мы сказали, что женщина похожа на вас. Естественно, что вы оказались так похожи на вас, что вы невольно ошиблись. Покорнейший прошу принять наши глубокие извинения. Хорошо. Извинения приняты. Теперь все? А картина? Неужели она вас не интересует? Видите ли, боюсь, что у вас из этого ничего не выйдет. Почему? Потому что ничего веселого и развлекательного в моей работе нет. Я делаю серьезное дело. Но ведь наши картины тоже серьезное дело. Видал я ваши картины. Вам нужны не факты, а эффекты. Штуки, трюки, побасенки. Побасенки? Побасенки. Побасенки – большая здесь сила. От этих побасенок люди плачут и смеются. На них учатся, ими украшают жизнь. Я не поклонница кино. Очень хорошо. Не понимаю, чему вы радуетесь. Дело в том, что работая над картиной, я составил себе некоторое представление о вас. И я очень рад, что вы оказались именно такой, что я не ошибся. Всего хорошего. Будьте здоровы. Ну, как она вам нравится? Она ужасна. Напротив, она прекрасна. Такой она и должна быть. Ищите именно такой тип. Чем больше нашей героини будет похожа на Никитину, тем лучше. Верочка, почему ты опоздала? Меня задержали в театре. Я так волнуюсь, дядя Лёнь. Я ведь ничего не понимаю в кино. И потом номер-то мой очень эстрадный. Может, не стоит? Что ты, что ты, глубенькая. Ему как раз нужны вставные номера. Ой, я так волнуюсь, дядя Лёнь. Нет, ничего. Ты помнишь, как мы с тобой выступали? Внимание! Приготовились! Пошли! Аркадий Михайлович, Аркадий Михайлович, вот я вам привел музыкальный номер, которым я говорил. Что вы с вами занимаетесь номерами? У вас есть женщина, похожая на Никитину? Аркадий Михайлович, вы хотите, чтобы я вам нашел двойник Никитиной? А двойников, в природе, не бывает. Не бывает. А это что? Маша, Зина, пойдите сюда. Плохо работаешь. Искать надо уметь. Девушки, свободны. Ну что вы? А, Дерочка, вот Аркадий Михайлович, актриса Шатрова, о которой я вам говорил. Что вы можете делать? Куплеты, чечетка, мы с ней вместе выступали, она моя ученица. Ну давайте посмотрим. Татьяна Иванович, помогите. Товарищи, освободите рояль. Освободите рояль, пожалуйста. Аркадий Михайлович, у вас мало времени. Да, да, да. Дядя Леня, начинайте. По бульвару брызг нашел прохожий И цепели трели про апрель Все с прохожей тус и чернокожей Многоуважаемый портфель Шел мужчина чинный и солидно Презирая птичий перезвон По лицу мужчины было видно Что весну не одобряет он Ему это без сна ни к чему И песня не нужна никому И вешняя вода ерунда Но, но, все равно Журчок, ручки Слепят лучи И тает лод И сердце тает И даже сень В апрельский день Верезкой снова Подпечает Ветелый шныр Будет весеннюю тревогу Кричат на дурны Поди сюда А ты не находишь, что она похода на медитину К весна идет в песне дорогу А что? Буль? Аркадь, Буль? Как он видит Вы видите, как он видит Ведь это вылитая Никитина Да Ветелый шунь Ветелый шунь Ветелый шум Хорошо? Хорошо, но не пойдет. Почему? Не подходит. Аркадий Михайлович, вы сами сказали, что она очень похожа на Никитину. Если все переделать, тогда будет хорошо. А она может играть серьезные роли? Аркадий Михайлович, дело в том, что она в оперете случайно. А она драматическая актриса. Может быть, может быть. Верочка, ты очень похожа на ученую. Ты можешь сыграть главную роль в кино. Масса солнца составляет два актиллиона тонн. Три актиллиона... Постойте, вы поймите, вы ученые. А ученый это человек, который живет в замкнутом мире своих формул. Это пустынник в большом городе. В строгом уединении творит он будущее, презрев сегодняшние земные радости. Ясно? Ясно, Аркадий Михайлович, я понимаю. Спасибо. Понятно. Хорошо, делаем фото. Фото пробов. Не кокетничайте. Строже. Не забывайте, что вы играете ученую. Ну-ну-ну. Вот так. Внимание. Серьезнее. Не шевелитесь. Снимаю. Спасибо. Что-то не то. Давайте-ка попробуем еще раз. Аркадий Михайлович, я привел этого консультанта. Товарища Бубенцова. Ну, попросите его сюда вообще. Меня немножко смущает мягкость вашего выражения. Ученый должен быть более строгий, более твердый. Я понимаю, Аркадий Михайлович. Ну-ка, наденьте очки. Вот так. С очками уже лучше. Дайте портфель. Спасибо. Ну, сделайте. Строгое выражение лица. Смотрите сюда. Так, еще строже. Еще строже. Вот так. Хорошо. Вот так и снимем. Так и снимем. Это очень-то, так сказать, наиболее ответственной стеклянной частью. Что же? Осторожно. Ирина Петровна. Ирина Петровна, я только показать. Вы понимаете, я немедленно все отправлю в Академию. Ирина Петровна. Это же не Никитина. Это же наша актриса. Верочка Шатрова. Что, актриса? Да-да. Ну-да. Смотри. Ну, слушайте, поразительный сход. Ну, если консультант считает, что так и похоже, так и снимем. Вера Георгиевна, приготовились? Молодец, Верочка. Тихо. Тихо. Внимание. Строже. Снимаем. Снимаем. Вот это возьмем. За основу. Вот он пишет, утверждаю, а я категорически пишу. Воспрещаю. Но вы же руководители. Все мы руководители. Но я фактически шесть лет ничего не делаю в театре. Мы фактически все ничего не делаем в театре. Ну, хорошо, сегодня вы ничего не делаете, но завтра вы можете получить тоже ничего не делать, а послезавтра можете получить великолепную роль. Совершенный безум. Артистка, привет, и друг физика. Сияние. Абсурдно. Сатрова. Абсурдно. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 ПЕСНЯ Здравствуйте. Это квартира Никитиной? Квартира профессора Никитиной. Нет, она так рано никогда не возвращается. Вторая группа на стену. Дядь Леонид, поговори с ней лучше. Нас впереди. Да. Да. АПЛОДИСМЕНТЫ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Арино, я тороплюсь накормить вас завтраком. Я решила приготовить к обеду салат из овощей. Овощи очень поднимают тонус. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ариношка, у меня есть к вам один деловой вопрос. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вы когда-нибудь сгорали от любви? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ах, какая эффектная штучка. Что это такое? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА По-моему, это шляпа. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как шляпа? А откуда она у вас, Орюшка? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да это мне прислали из дома модели. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, красота, это страшная сила. Можно я в ней пойду? Я скоро вернусь. Мне надо на Тишинский рынок и в кооператив. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хорошо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Капитан, 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 потянитесь, только смелым подчиняются моря. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ариношка, я возьму с собой идиота, чтобы не скучать в троллейбусе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Капитан, капитан, улыбнитесь, милым покоряются, моя. Милый, милый. Это она? Что ты? Дядя Лёня, я боюсь. Не бойся, не волнуйся и, главное, настаивай на своём руке. Что вы хотите? Здравствуйте, товарищ Никитин. Здравствуйте. Вы от кого? Я Артельско-Шатрова. Мне очень нужно поговорить с вами. Простите, я не могу, я занята. Я знаю, но я очень прошу вас. А вы от кого? Я артистка. Я играю бас в кино. Вы? Да. Ну, войдите. Спасибо. Пожалуйста. Проходите. Садитесь. Я вас слушаю. Если вы могли поехать в студию вместо меня на полчасика, а я в театр... Вы с ума сошли. Почему? Вам ничего не придётся делать. Вы будете просто сидеть и слушать сценарий. Что слушать? Какой сценарий? Сценарий о вас. Я не позволю, чтобы из меня делали какие-то киноштуки. Нет, нет, вы ошибаетесь. Это не киноштуки. Это как раз может быть очень интересная картина. И там чудесно показана вся ваша жизнь. Ваша работа. Работа? Чем меньше будут знать о моей работе, тем лучше. Воображаю, что они там понаписали. Может быть, вы думаете, что я не сумею сыграть эту роль? Я буду очень стараться. И я уже репетировала. И я начала уже вживаться в образ. Вот, посмотрите, пожалуйста. Масло Солнца составляет три актиллиона тонн. Два актиллиона свечей. Ну-ка. Значит, ваш режиссёр меня представляет такой. Да. Вы понимаете, учёный это пустынник в большом городе. Он видит будущее и не обращает внимания на сегодняшний день. Ну, во-первых, это сильно преувеличено. А во-вторых, это совершенно неправильно. Впрочем, я так и думала, что из меня будут делать занимательную механику. Я так мечтала сыграть эту роль. Простите. До свидания. Подождите. Так вы говорите, учёный это пустынник. Это не я говорю, это наш режиссёр. Ага. Так-то. Давайте-ка ваше пальто. В этом деле надо разобраться. Ой, вы поедете. Вот наша машина. Что случилось с этой? В столах и улетайте. Ну, опасно. Стоять. Сейчас, сзади, сейчас едем. Сейчас, сейчас. Как раз олеем с Ялычи поеду, чтобы не опоздать. Выезжайте. Спасибо вам большое. Ещё. Ещё. Всё-таки отказала. Не женщина, а истукан. Ой, кто-то тебя поминает. Куда мы едешь? Куда тебя везти? Разговаривайте со мной на вы. А всё-таки Гоголь жизнеутвертающий начал. Да, конечно. Ну, вот вели, ну, на съёмку. Кремок тебе поправда. 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 До чего похожа? А вот вы сегодня что-то слишком похоже на Никитину. Неужели? Да-да. Здравствуйте, Вера Георгиевна. Здравствуйте. Вы помните, что мы вчера говорили? Учёный — это пустынник. Так кажется. Да-да. А вы что, не согласны? Нет, я не согласна. Я считаю... Позвольте, позвольте. Мы же вчера с вами обо всём договорились. Что случилось? Я вас сегодня не узнаю. Она так вошла в роли, Аркадий Михайлович, что я сам её не узнаю. Сценарий читать не будем. Давайте снимем ещё одну пробу. Пробу? Одевайте, гримируйте, я буду в декорации. Честное слово, это очень... Я сейчас же еду домой. Покажите дорогу, пожалуйста. Ирина Петровна. Где вы? Верочка. Ирина Петровна. Товарищи, я закругляюсь. Я учёных знаю, понимаете, как облуплены. Это что такое? Это наш консультант Бубенцо. Бубенцо? Работает, понимаете, на всём готовом. Я им всё обеспечиваю. Аппараты, агрегаты, полный порядок. Открытие. Чё открытие, открытие. Они без меня банки консервов не откроют. Спокойно. Вопросы будут? А вы сами-то кто будете? Я буду учёный-консультант по научной части. Дальше, товарищи. Как они, значит, работают? Очень просто. Я все их секреты знаю. Вот так. Сел, задумался, открыл. Понимаете, самое главное задуматься. Вот так. И полный порядок. Пифагоровые шторы на все стороны равны. А, Верунчик. Привет. Отдохните, товарищи. Покурите, покурите. Что, слушали мой инструктаж? Вам полезно. Если вы какие-нибудь вопросы по научной части, запросто обращайтесь ко мне. Полный порядок. А почему вы здесь? На-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на. И сегодня вы меня не испугаете. Нет, очень похоже. Очень. Но сегодня трючок у вас не выйдет. Ну, бросьте шутить. Ну, хватит. Ну, мне неприятно. Ей богу. А какое вы имеете отношение к кино? Платье. Дополнительная материальная база. А потом, знаете, где бы не работать, только бы не работаешь. Верно? Товарищ Бурецов. Извините, надо консультировать. Пока. Идемте обратно. Где ваш выжесел? Товарищ Шатрова, товарищ Шатрова, одну минуточку. Устроит вас это платье для пробы? По-моему, хорошо. Устраивает. Надо скорее кончать этот маскарад. По-моему, у вас начинают все принимать меня за Шатрову. Ирина Петровна, может быть, вы останетесь здесь, а? Вместо Верочки. Да вот, видите ли, вас все ведь принимают за Верочку. Недоразумений никаких быть не может. А вам тогда все будет виднее. Пожалуй, это мысль. Действительно, следует мне разобраться во всем этом деле до конца. А так будет удобнее. Вы святая женщина. А что мне делать? Гримироваться, одеваться, сниматься. Ну что ж, давайте гримироваться. Прежде всего, ее абсолютно не касается. Занимайся спортом или нет. Совершенно это не должно ее касаться. Артист Фенин готов? Готов. У меня один узкорочек. Не важно, следующее. С которым уролевообразие. Артист Фенин, просто у вас на съемке. Она прежде всего должна мне выдать тапочки, если они мне полагаются. Правда? А потом я уже с ними могу делать все, что мне угодно. В конце концов, я могу с ними просто в них спать. Что вы сделаете сегодня со своим лицом? Уберем эту деталь. Вы сегодня совершенно на себя не похожи. Что вы говорите? Совершенно не похожи на Никитина, я говорю. Ну, знаете. Верунчик, вы уж слишком копируете свой образчик. Эту, как говорят, у нас в институте сушеную акулу. Кого? Кого? Никитину. Ну, знаете ли. Такие шутки я консультирую. Ну, с артистами так нельзя. Ну, губы такие уже не носят. Это нужно будет что-нибудь подобрать. Моя, еще главное дело, что они хотят меня сейчас отправить в отпуск. Как будто я могу, знаете, с такими нервами в отпуск ехать. Это совершенно не годится. Это, я думаю, будет хорошо. Ну, хорошо. Средняя пухлость. Сексапил номер четыре. Ну, нос. Нос уже совсем другой конфигурации. Сексапил номер очень похож. Тампончик. Еще тампончик. Довольно. Я достаточно похожа на Никитина без ваших тампончиков. Это вам так кажется. Ну, посмотрите, какое у вас лицо. Ну, какая грубая работа. А мы из вас сделаем настоящую Никитину. Делайте, что хотите. Разрешите? Довольно. Хорошо. Хорошо. КОНЕЦ Когда в наше сердце приходит любовь, Свежа, как цветы полевые. Все чувства, как будто, рождаются вновь. И мир понимает впервые. Я шесть лет ращу этот талант. А какие фамилии? Шаврова. Шатрова. Это все. Откуда такое сияние? Кто дал этот слава и кровь, и цветам? Кто сделал двор славный сезон? Моя выдвиженка. Моя выдвиженка. Субтитры создавал DimaTorzok Браво! Ну, просто очаровать вашу ручку. Как ваш повеление? Шатрово. Очень хорошо. Шатрово, браво! Что я должна делать? Вера Георгиевна, вы должны поверить в то, что вы ученая. Вы верите? Допустим, верю. Вам ни до чего, ни до кого нет дела. Вы сейчас вся в мире формул. Мне кажется, у вас ошибочное представление об ученых. И они вовсе не такие. То есть как не такие? Я же знаю Никитину, она-то такая. Ну, будем делать так, как делали вчера. Татьяна Ивановна! Да-да? Дайте какую-нибудь книжечку. Столик! А сейчас книжечки не надо. Вот, возьмите сценарий. Откройте сценарий и читайте. Помните, ученые читают и возмущаются. Читайте, читайте. Аркадий Михайлович, вот это. Шатрол, почему вы ничего не делаете? Я читаю. Так непонятно, что вы делаете научное открытие. Потом карандаш это затасканная деталь. Никитина не может покосывать карандаш. А у нее как раз такая привычка. Золотко. Мало у кого какие привычки. Но этого нельзя, понимаете, нести в широкий языческий массы. А то все начнут покосывать карандаши, понимаете, ручки и другие предметки. Наоборот, покажем зрителям, что Никитина бережет карандаш. Как орудие своего производства. Не мешайте. Шатрова, ваши полемистические наклонности не доведут вас до добра. Не полемистические, а полемические. Аркадий Михайлович, я с этой дамой работать отказываюсь. У нее, понимаете, нет никакого представления о научной дисциплине. Из этой особо ученый не выйдет. Это я вам гарантирую. Не гарантирую, а гарантирую. Слушайте. Вы меня все здесь, понимаете, компрометируете. Я не могу консультировать в таких условиях. Уходите. Я заберу весь реквизит. Забирайте. Хорошо. Товарищ Милочко, где у вас местко? Я в местополе, понимаете, выяснился. Татьяна Ивановна, сделайте так, чтобы этот субъект больше никогда не появлялся в киностудии. Хорошо. Чепуха. Это абсолютно никуда не годится. Так, так. Очень хорошо. Только немного острее. Чепуха. Хорошо. Так и будем снимать. Сигнал? Приготовились к съемке. Что она выдела? Да, она знает. Тихо. Товарищ. Держать свет. Держать свет. Тихо. Начали. Что такое? Что вы делаете? Уберите свет, пожалуйста. Не шаг. Стоп. 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 Выключить. Что случилось? Что вас не устраивает? Меня не устраивает этот сценарий. Вы хотите снимать картины об ученых, а сами ничего о них не знаете? По-моему, она ненормальная. Да, да. Наш советский ученый живет и работает в самой гуще сегодняшней жизни. Вот в чем главное. Он хочет владеть солнцем для того, чтобы жизнь стала легче и лучше. И он думает не только о формулах, но и о человеческом счастье. Он человек. И ничто человеческое ему не чуждо. А вы хотите показать книжного червя, какого-то отшельника, а не советского ученого. В этом сценарии я не вижу души человеческой и вашей души. Вот это я вам хотела сказать. Впрочем, выступайте, как знаете. Сейчас он ее выгонет. Верочка, на тебе лица нет. Ты устала. Я плохо себя чувствую. Перерыв. Перерыв. Вы что, действует ли себя плохо чувствуете? Пойдите, отдохните. Дядя Родина, проводи. Видно, что опересочная. Подождите. По-моему, она очень интересный человек. Где шатровок? Репетиция в театре уже кончилась. Она, вероятно, ждет у вас дома. Я поеду и привезу ее сюда. А я что буду делать? А вы болейте. Как я буду болеть? Голова болит. Вы добрая. Вы чудесная женщина. Вы ждите. А мы ровно через 40 минут будем здесь. Коммутатор, дайте квартиру профессора Мельникова, пожалуйста. Слушаю. Тетя Паша, это Ирина Петровна. Тетя Паша, передайте Ивану Николаевичу, что я сегодня не могу быть. Не могу. Иван Николаевич, звонила Ирина Петровна. Вот видите, а я до нее не могу дозвониться. Она приехать не может. Как не может? Почему? Не знаю, сказала. А вот и я. Добрый вечер. Здравствуйте. Ну, пресса, как всегда, опаздывает. А, ну, виноват транспорт. Скажите, Виктор Семенович, вы на машине? А, так. Слушай, сделайте, голубчик, доброе дело, привезите мне Ирину Петровну. Никитину? Ну, да. Она что, не приехала? А в том ты и делаешь? Она же мне самому очень нужна. Редакция интересуется солнечными опытами. Сейчас привезу. Вот видите, по сути, об адрес знаете? Че? Ах, Никитина? Нет, не знаю. Вы ее, кажется, у меня видели, помните? Ну, прекрасно помню. Что бы она ни говорила, хватайте ее, тащите в машину и везите сюда. Масса солнца составляет два октиллиона топлива. Два октиллиона топлива. Три октиллиона свечей. Здравствуйте. Добрый день. Иван Николаевич ждет вас. А, я сегодня не могу, я занята. Как-нибудь в другой раз. Все вас ждут? Ну уж и все. Простите, мы с вами почти два года не виделись, может, вы меня не помните? А, когда все время ждешь встречи, время летит незаметно. Позвольте, это вы? Конечно, я. Просто я пошутила. До свидания. Подождите. Во-первых, Иван Николаевич ждет вас. Во-вторых, мне нужно переговорить с вами. Редакция поручила меня. Я не могу, я занята. Переговорим. Вот что, Шатрова. Судя по всему, вы не актриса. Заболеть во время первой съемки. Сыркач, сильно ударившись, терпит, улыбается и заканчивает номер. И только после спектакля ощущает боль. Он артист. А вы? Вы только рассуждаете, учите, делаете замечания. А когда дело доходит до вас, расклеиваетесь, как девчонка. Я готов вам многое простить. Но все же поставить всю работу в зависимость от капризов вашей нервной системы я не могу. Да, но это впервые. И я очень волнуюсь. Я тоже очень волнуюсь. Волнение помогает работе. Во всяком случае, на все ваши опереточные страдания даю вам пять минут. Через шесть минут можете вообще не беспокоиться о работе. Подождите. Хорошо, я иду. Только от волнения я все перезабыла. Вы мне напомните, что мы делали вчера? Вот это деловой разговор сразу бы и сказали. Конечно, мы все прорепетируем. Идемте. Мягче, мягче. Не увлекайтесь, Никитин. Пошли, пошли. Пошли. Приехали. Минуточку. Пошли. Забыл выключить мотор в машине. Дядя Лёнь, как хорошо, что ты здесь. Я не знаю, что мне делать. У меня часа концерта. Никитина тоже там на студии нервничает. Черт знает, какая перепутанность получается. Все в порядке. Познакомьтесь, пожалуйста. Это как раз товарищ из киностудии. Он приехал за мной. Роща. Мухина. Мы сегодня, Ирина Петровна, от тебя никуда не отпустим. А вы, товарищ Мухин, оставайтесь с нами. Сейчас я скажу его. Что делать? Я боюсь. Да ты не бойся. Не бойся. Я же с тобой. Ну, тебе повезло. Верочка, ты попала в научный мир. Изучай обстановку. Преклядывайся. Проверяй свою роль. Играй Никитину. Вспомни, как ты репетировала с Аркадием Михайловичем. Как же сразу так? Ничего, можно. Можно. Сразу. Дерзай. Ирина Петровна, наконец-то. Здравствуйте, голубкин. Здравствуйте. 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 Простите, я ненадолго. Я занята. Мухин. Я киноработник. Мы снимаем картину об ученых. И я хотел... Очень приятно. Павел Николаевич, у вас телефон. Сейчас. Простите, пожалуйста. Входите, входите. Здравствуйте. 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 Где мы находимся? Это и есть Институт Солнца. А этот кто? Это я еще не выясню. Ну, я выясню. А ты улыбайся. А то ты очень пережимаешь. Вот так прекрасно получается. Я сейчас. Значит, я полагаю, что будет вполне достаточно восьми миллионов вольт. Да? Алина Петровна, что же вы старико-то и не узнаете, а? Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, простите, но мы с вами не знакомы. Профессор Козырев. Ну, кто же не знает профессора Козырева? Да, но меня только вчера утвердили в этом звании. Да? А я вас только сегодня так и назвала. Рассеянно, как всегда. Да, так вот, насчет сопряжения. Че же, Леня? Мы в случае уйдем отсюда? Да что ты, что ты? Пользуйся случаем. Присмотрись. Вот у тебя настоящий научный кабинет. А я пойду, позвоню Никите, не знаю, как там они. Только кто? Да нельзя. Ирина Петровна, что вы тут делаете, голубушка? Я, я... Ну, неужели вы не можете не работать даже в гостях? Извините. Ну, идемте, идемте на гост. Послушайте старика, Елена Петровна. Посмотрите на Луну. Погуляйте с молодым человеком. И хоть на часок забудьте о своих опытах. Ну, раз, два, три. Забыли? Забыла. Я понимаю, что в такую ночь не хочется говорить о делах. Но я прежде всего журналист. Можно задать вам один вопрос? Нет, нет. Никаких вопросов. Елена Петровна, почему? Ну, что в самом деле? В гостях и какие-то деловые разговоры. Довольна. Елена Петровна, куда вы бежите? Довольна, довольна. Я же вас не съем, Евгений Петровна. Чего вы боитесь, я не понимаю? Один вопрос. Никаких вопросов. Евгений, я вас не задержу. Редакция поручила мне узнать. Пойте. Что пойте? Журчат ручьи. Какие ручьи? Лепят лучи. Какие ручьи? И тает лед, и сердце тает. Вы не знаете? Нет, не знаю. Это очень славная песня. У вас здесь только опыт и рассуждение. Покажите ученых в жизни. О чем они говорят дома, как отдыхают, как развлекаются. Ну, я не знаю. Ну, пусть ваши герои запоют, что ли? Ну, уж с этим я никак не могу согласиться. Я утверждаю вам, что ученые не поют. Теперь все вместе. Журчат ручьи. Нет, нет, не так. Журчат ручьи. Нет, нет, мне бы хотелось так. Журчат ручьи. Журчат ручьи. Лепят лучи. Лепят лучи. И тает лед, и сердце тает. И даже пей. И даже пей. В апрельский день. В апрельский день. Верезки славы. Верезки славы. Прекрасный день. Верезки славы. Верезки славы. Верезки славы. Пей. Нет, нет, нет. Очень хорошо. Очень хорошо. Верезки славы. Кричат скварцы. Кого вы привезли? Это не она. Я уже год не слышал, что вон она пеет. Обаятельная женщина. А ну! Кто тебя просил пить? Что? То, что Никитина не поет, значит, надо бежать. Я еще успею на концерт? Конечно, конечно. Скоро? Сейчас, сейчас, поедем. Может, я пока переоденусь? Переодевайся. Аркадий Михайлович, утром в шатрогу это платье устраивало, а сейчас я оно не нравится. Что, не нравится? Ну, знаете, я уже на все согласен. Пускай ученые поют, танцуют, пускай Никитина ходит на голове. Вы же сами это просили. Что же вам еще не нравится? Это совсем не так. Я хотела, чтобы... Да вы сами не знаете, чего вы хотите. Аркадий Михайлович, куда их девать? Кого? Дипломатов. Давайте их сюда. Ребята! Ребята! Давайте сюда. У нас в картине будет встреча вот с этими господами. Как по-вашему, передовая советские ученые должна их встречать? Будете сниматься в этом платье. Пошли. Хорошо, хорошо, уходи. А что? А что? Ничего, ничего, не волнуйтесь. Это пробуем фото. Приготовились. Снимайте. Внимание. Снимаю. Спасибо. Шуба свободна. Возьмите шубу. Разрешите вас на минутку. А вы можете покурить. Когда понадобится, вас позовут. Товарищ мой, вы не видали Ирины Петровны? Нет, но я это как... Это вы? Это я. А это все такое? Это я хотела сделать сюрприз. Да, но Ирина Петровна себя плохо чувствует. Я очень плохо себя чувствую. И она сейчас поедет домой. И я поеду домой. Как там? Нет, я вас привез, я вас отвезу. У него же машина использовалась. Я понимаю, что... Поехали, поехали, поехали. А я лучше пешком. А, чудно. Прогуляться. Пешком. Не беспокойтесь, через несколько минут Ирина Петровна будет дома. Дома? Где дома? У Никитиной дома. Вчера вы совсем соглашались, и сегодня вы все отрицаете. Ну, хорошо, хорошо. Давайте что-нибудь придумаем. Вы считаете, что нужно показать ее внутренний мир. Что-то личное, да? Да, конечно. Иначе она будет манекен. Допустим, мы покажем в картине ее любовь. Что? Да. Любовь Никитина. Это идея. Ученая должна любить. Может любить. Хватит рассуждать. Давайте попробуем. К примеру, скажем реплику. Я вас люблю. Давайте. Как так сразу? Ну, можно не сразу. Вздохните. Давайте. Вера Георгиевна, вы, по-моему, не совсем понимаете, что такое любовь. Татьяна Ивановна, где у нас материалы о любви? Они здесь. Нанесите сюда. Пожалуйста. Спасибо. Девушки отдыхают. Высочайшая поэзия. Высочайший восторг. Идеал изящного и идеал святого. Герцог. Да. Или вот. Да. Половина. И притом прекраснейшая половина жизни скрыта от человека, не испытавшего любви. О, вот-вот. Во взгляде уже что-то есть. Давайте скрепим этот взгляд. Смотрите на меня и объясняйтесь мне в любви. Внимание. Приготовились. Начали. Я не могу, Аркадий Михайлович. К сожалению, это для меня очень трудно. Ну, тогда попробуйте выразить свои чувства без слов. Движением, жестами, взглядом. Что это? Наше время кончилось. Здесь начинается другая съемка. Можно посмотреть? Посмотрите. Вам это будет очень полезно. Как грустно мне твое явление. Весна, весна, пора любви. Какое томное волнение В моей душе, В моей крови. Пойдемте поближе. И в сердце Дума заронилась. Пора пришла. Она влюбилась. Так в землю падшее зерно Весны огнем оживлено. Давно ее воображение Сгорая негой и тоской Алкало пищи роковой. Давно сердечное томление Теснило ей молодую грудь. Душа ждала кого-нибудь И дождалась. Открылись очи. Она сказала Это он. Я все время думаю о том, что вы мне говорили. Знаете, Вера Георгиевна, очень немногие молодые артисты решились бы со мной говорить так смело и прямо, как вы. Я благодарен вам за это. Ну что вы. Я просто хотела заступиться за женщину, на которую я так похожа. До свидания. До свидания. На сегодня хватит. И так до завтра. А что там? А там еще одна съемка. Можно я посмотрю? Пожалуйста. Кстати, поносите это платье. Вам будет полезно в нем походить. Пойдемте. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Я помню чудное мгновенье Передо мной явилось ты Как мимолетное виденье Как пени чистой красоты Как мимолетное виденье 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 Слава и войны, великий, заверший народ. А имя холодный, власть родных, лет родных, Он в горе, 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 в горе. Слава и войны, в горе, в горе, в горе. Ну, как вы думаете? Аркадий Михайлович, мы оба пробуемся на роль Гоголя. Он услышал спор. Так, может, мы нам поможем? Ну, давайте сюда. Простите, Вера Георгиевич. Побасенки! А вон протекли века. Города и народы исчезли с леса земли. Как дым унеслось все, что было. А побасенки живут и повторяются поныне. Побасенки! Но мир задремал бы без таких побасенок. Обмелела бы жизнь. Плесенью и тиной покрылись бы души. Побасенки! Вот, по-моему, так? Конечно, так! Пожалуй, действительно так. Я был прав. Спасибо, Аркадий Михайлович. Вот видите, только в киностудии можно увидеть сразу двух Гоголей. Да и то ненастоящих. Ну, мне пора. До свидания. До свидания. Леночка, проводите Города. Субтитры создавал DimaTorzok Вы что, никогда не видели Луны? Конечно, видела. Но я никогда не обращала на нее внимания. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Две Одна Ни одной Василий Григорьевич Нам надо выяснить наши отношения Ну? В среду в кооперативе Вы мне говорили, что я вам снилась Ну, говорю Значит, я вам нравлюсь Ну, нравитесь А что вам больше всего во мне нравится? Жилплощадь Что? Что вы сказали? Ну, что, что? Я хотел сказать глазки Ясно? Теперь мне все ясно Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует... Простите меня, я сделала перманент. Я покрасилась красным стриптоцитом. Какой ужас. Что с вами происходит, Паргаритлево? Не спрашивайте, не спрашивайте. Еще одна личная катастрофа. Я так наказана. Это вы? Да, это я. Да, Ариношка, а что с вами происходит? Не спрашивайте меня. Не спрашивайте. Что это? Это мышки, это мышки. Мышки, мышки. КОНЕШКИ Вам не нужна моя страсть, вам нужна эта же площадь. Убирайтесь вон. Верните мне мои письма и телеграммы. Мы зашли слишком высоко. Да, слишком. Ирина! Ирина! Кто там? Открывайте. Свои, свои. Вернулся. Вернулся. Добрый вечер. Ирина Петровна, я жду. Да, да. Извините, пожалуйста. Ирина Петровна, ваше пальто. Ирина Петровна. Ирина Петровна, это я. Ирина Петровна, это я. А теперь слуховые галлюцинации. Ирина Петровна. Ирина Петровна. Ирина Петровна. Ваше Г USCIS не много под pembaum. Ирина Петровна. Ирина Петровна. Верочка, милая, скажите правду, вам нравится Виктор Семенович? Если бы вы слышали, как он говорил о своей любви. Он вас так любит. Ну, меня он слишком мало знает. Он говорил о любви вам. И называл меня Ириной. Он даже не узнает о том, что я существую. А мне бы хотелось, чтобы все слова, которые он говорил, относились к вам, а не ко мне. Вообще, все так запуталось. Я не знаю, что теперь будет в студии. Вероятно, будет огромный скандал. Не торопитесь с выводами. Все надо проверить. Мы сделаем вот как. Вы поедете в студию и поговорите с режиссером. Вы думаете? А я поеду в институт. С кем она там может разговаривать? Сама с собой. А я с кем сейчас разговариваю? Тоже сама с собой. Значит, все в порядке. В порядке. Спокойной ночи. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Пойдите. Ариношка, уже 7 часов. Маргарита Львовна! Маргарита Львовна! Маргарита Львовна! Маргарита Львовна! Маргарита Львовна! Что такое? Что с вами? Ничего особенного. Я сошла с ума. Вера, помогите. Скорая помощь. Здрасте. Здрасте. Где у вас тут более лев? Кто? Лев Маргаритович. Больной это я. Доброе утро, Ирина Петровна. Здравствуйте, здравствуйте, тетя Агаша. Цветы убрать? Почему, женя? Пусть остаются. Тут надо все переделать, тетя Агаша. Она права. Все надо переделать, все. Сценарий надо пересмотреть, переработать. Что это за декорация? Нет, она правильно говорит. И это тоже все не то. Прежде всего надо знать материал, над которым мы работаем, а не выдумывать. Надо изучать, наблюдать. И то, что мы видим один раз, нельзя принимать за правило. Мало ли, что может случиться один раз. Этого я больше не допущу. Вот опор я. Это же мне похоже на жизнь. Что случилось? Сердится, но как, и все из-за ваших вчерашних разговоров. Скандал. Вы? Здравствуйте, товарищи. Здравствуйте. Никитина. Она защищает свою собственную точку зрения, и она права. Спасибо. Сегодня Никитина показывает свои опыты. Поедемте-ка вместе с нами в Институт Солнца. Сегодня наш институт демонстрирует опыт конденсирования солнечной энергии в большом объеме. Вся энергия, какую мы имеем на Земле, происходит от одного источника. Это энергия солнечных лучей. Что здесь будет происходить? Видите ли, солнечная энергия концентрируется на солнце, носящей жидкости, находящейся вот в этом шаре. Жидкость эта, проходя тысячи раз под солнечными лучами, впитывает в себя все больше и больше солнечной энергии. Садитесь, пожалуйста. Сегодня Ирина Петровна просила меня быть вашим шефом. Никитина? Да, вот она. Приготовились. Включайте. 40 60 80 100 60 100 60 70 Ирина Петровна, осторожней. Ну ладно, опыт опытом, в крематоре я всегда успею. Редакция? Это Виктор Семенович. Да-да-да, опыт идет хорошо. Вызовите стенографистку, я продиктую первую информацию. Куда ты, Вертик? Мне нужно позвонить к телефону. Виктор Семенович. Опыт за опытом. Пока, наконец, не добьемся. Стоп! Стоп! Довольно! Костенсаторная, в чем дело? Инна Петровна, больше нельзя. Не ваше дело! Виктор Семенович. 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 Кончились! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вы ошибаетесь, товарищ Кеннин Верочка, что такое? Дядя Лёня, задержи его на минуточку А я поговорю с Ириной Петровной Хорошо, сейчас Елена Петровна, вы здесь? Добрый вечер Здравствуйте, Аркадий Михайлович Я хочу вас поздравить, товарищ Кеннин Я хочу сказать вам... Я знаю, вы очень заняты, но я не отниму вас много времени Я хочу извиниться перед вами и сказать, что... Я только хотел сказать вам, что увидев вашу чудесную работу Я окончательно влюбился В кого? В свою Никитину Образ ученый Так я и думала, что не в оригинал Ведь оригинал это сушеная акула Дорогой Аркадий Михайлович, а я думала, что мужчины, особенно режиссеры, более наблюдательны Не может быть Аркадий Михайлович, а кому вы вчера объясняли, что такое любовь? Ха-ха-ха 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 Неужели это вы, не вы? Ха-ха-ха 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 Маргарита Львовна! Маргоша! Я не хочу с вами разговаривать Я вас презираю Меня уволили из ученых, но не выгоняйте меня из своего сердца Умоляю, серьезно Ведь я теперь... Какой человек? Вы мне скажите, пуберцов Достань солнце с неба Пожалуйста Вот Ха-ха-ха-ха Ха-ха-ха 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 Боже, как я погорел И так будет со всяким, кто некультурно обращается с атомной энергией Генеса атомная, солнечная Будьте здоровы Вы даже в огне не горите И это ничтожество я почти любила О Как я погорел Неужели это были вы? Боже мой, ну что я вам вчера наговорил? Ну как вы все это терпели? Это было полезно для меня Видимо, каждому не вредно знать, что о нем думают на самом деле Ха-ха-ха-ха АПЛОДИСМЕНТЫ Товарищ Рощин Да, Ирина Петровна А я не совсем Ирина Петровна Что значит не совсем? А кто же тогда Ирина Петровна? Вот Ирина Петровна Вы мне все перепутали Я уже не знаю, какие бывают ученые, какая вы на самом деле И какую мне теперь снимать картину А вот вы сделаете картину о том, что с нами произошло Что вы, что вы? Никто же не поверит Почему? Это будет и забавно, и поучительно Может быть комедия? И очень хорошо Ну какая же тут будет проблема? Ну пусть это будет проблема весны в душе человека Пусть это будет комедия О некоторых, ну скажем, немного излишне сухих работников науки Как вы хотели Ха-ха-ха-ха Ну тогда и о некоторых, скажем, немного излишне поверхностных работников кино Как вы хотели Ха-ха-ха-ха-ха И о том, что очень плохо, когда человек сам обедняет свою жизнь Очень плохо, когда он считает, что... Что... Да весьма ни к чему А-а-а-а-а Что... Что песня не нужна никому А-а-а-а-а-а Что вишня Я вода Ерунда Да-а-а-а... Ерунда Но... Журчат ручьи, слепят ручьи, И ай, милки, и сердце мая, И даже песнь в апрельский день Верезкой снова садись мая, Веселый шмель гудит весеннюю траву, Веселый шмель гудит весеннюю траву, Веселые шмель гудит весеннюю траву, Веселый 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 шмель гудит весеннюю траву, Субтитры подогнал «Симон»